В Зеленогорске в пешеходной зоне появится каменистый сад. В Каннске воспитанники станции юных натуралистов отдыхают на турбазе «Чайка» и параллельно посещают обучающие лекции. Меня пригласил участвовать мой знакомый Ровда Олег. Он рассказал о выставке об этой. Меня это заинтересовало, и я решила поучаствовать. В Ачинском музейном центре открылась выставка «Ангелы мира». Коллекция картин пополнилась работой местной юной художницы. Разрешается ловить рыбу только с берега. Снасти – это спиннинги, удочки, не более двух крючков, покатухи, балда и тому подобное. Разрешается применять любые искусственные животные, растительные насадки, кроме живых и мертвых рыбок, а также икры, муравьиных яиц. Пойманная рыба сохраняется в данных организаторах их пакетов. В Агучанском районе прошел конкурс на самый большой улов. Еще в феврале текущего года городская администрация запустила конкурс на лучшее предложение от жителей предприятий города по благоустройству территории. Горожан спросили, как бы они хотели преобразить Зеленогорск. Большинство предложений от населения касались популярной пешеходной зоны вдоль карьера, и было бы неплохо этот участок как-то украсить. Теперь вместо непримечательного пустыря за храмом Серафима Саровского в скором времени появится Ракарий – небольшой каменистый сад, который часто используют в современном ландшафте. Здесь высадят декоративные растения, деревья, установят скамейки и освещение. Аукцион проведен, сумма была миллион семьсот. Выиграли у нас Красноярск Дорстрой-7 организация. Эта уже организация показала себя с хорошей стороны на протяжении трех-четырех лет. Они участвуют, и вот этот даже пешеходный тротуар, про который только что говорил, как раз был выполнен силами этой организации. Работы начались еще в воскресенье. Сегодня выложены камни, бордюры, засыпаются пешеходные дорожки, готовятся площадки под асфальтирование. Проходящие мимо зеленогорцы не скрывают своего любопытства и радуются от того, что в городе появляются новые места для отдыха, пусть и небольшие. Объект будет чудесный, красивый. Есть куда сходить посмотреть. Впереди еще много работы, но обещают все закончить за две-три недели. Для семиклассницы из Шушенского Лизы Петренко нынешний июнь прошел под знаком незабываемого события. Почти месяц девочка провела в самом знаменитом детском центре мира – Артек. Елизавета занимается исследованием на протяжении нескольких лет в рамках объединения «Юный эколог», действующего на базе Центра туризма, краеведения и экологии. Ее работа с серьезным названием «Мониторинг состояния цена популяции кандыка сибирского в годном лесничестве Национального парка «Шушенский бор» завоевала первое место в проекте, организованном эколого-просветительским центром заповедники при поддержке Министерства природы и Министерства образования и науки России. Наградой стала путевка в Артек. Было предложено несколько тем, но и мне больше понравилось про кандык, потому что мне растение понравилось и тема интересной показалась. Я ездила в Национальный парк «Шушенский бор» и проводила учет численности кандыка сибирского. И вот что из твоей работы можно о чем заключить? Что с ним происходит? Ну, популяция... Мы сравнивали 2015 и 2016 год, и в 2016 году популяция уменьшилась. Поездка в Артек состоялась во многом благодаря поддержке со стороны администрации Национального парка «Шушенский бор», которая оплатила половину дорожных расходов. Лиза уже несколько лет на базе Национального парка «Шушенский бор» занимается научной работой под руководством старшего научного сотрудника Анны Евгеньевны Барабанцовой. И в частности занимается она мониторингами ценопопуляции кандыка сибирского. Кроме того, у Лизы есть другой руководитель. Это Марина Анатольевна Шиповалова, педагог из Центра туризма и экологии. Благодаря Марине Анатольевне возникло сотрудничество с Национальным парком «Шушенский бор» и родилась вот эта совместная работа по мониторингам. В солнечном Артеке участники экологической смены прошли настоящую заповедную школу, получая наставления от специалистов особо охраняемых природных территорий и активно участвуя в зеленых мероприятиях, студиях, природных ландшафтах, экологических марафонах и экскурсиях. Для своего отряда я придумала название, девиз и речевку. Наше название было «Древо жизни». Наш девиз «Древо жизни дарит нам счастье и веселье, а листочки, осыпаясь, дарит вдохновение. Крона скроет нас от бед, мы с тобой лесной навек». И у нас была кричалка «Древо жизни навсегда, корни ветви и листва». Лиза планирует и в дальнейшем продолжить сотрудничество с шушенским бором и заниматься исследовательской работой на его территории. С выбором будущей профессии девочка еще не определилась, но призналась, что если интерес к биологии возьмет верх над другими увлечениями, то она с радостью продолжит работу в парке уже как его сотрудник. Воспитанники станции юных натуралистов отдыхают на турбазе «Чайка», посещая при этом обучающие лекции. Санятия для них проводят преподаватели колледжей, где им рассказывают про лес и все, что с ним связано. Данное обучение проходит в рамках проекта «Наш дом», который руководители юнатов запустили еще в октябре прошлого года. Сейчас идет реализация программы «Наш дом», это последний итоговый уже блок, полевые практики. Ребята узнают, что такое лес, болезни леса, пожары, лесные пожары. И на практике они это все закрепляют. То есть они будут подсчитывать, сколько сосняка здесь, сколько молодняка и хватает ли выработанного кислорода для того, чтобы наш город обогатить именно кислородом. Данные мероприятия помогут ребятам воспитать особые и бережные отношения к природе, утверждают руководители проекта. После обучающей лекции ребята отправились в лес, чтобы на практике закрепить полученные знания. Помимо того, что мы тут отдыхаем, мы узнаем о лесе, как заболевания, о деревьях, вредителей, о лесных пожарах, как тушить их, виды лесных пожаров. Если это в личной жизни случится, мы должны как-то среагировать на это все, сделать что-нибудь. Нам здесь Елена Геннадьевна рассказывает, как ориентироваться в лесу, чтобы не заблудиться, чтобы найти выход как можно скорее из леса, если ты заблудился уже, как ориентироваться по солнцу, как пользоваться компасом. Школьники уже преодолели множество образовательных блоков. Ранее они узнавали про водные ресурсы, почву и воздух. И сейчас уже идет завершающий модуль всего обучения. Полевая практика для них является одним из последних шагов для закрепления всех знаний. Мы рассказывали им о учении давали о лесе, то есть, чтобы они имели представление, что это такое, из чего он состоит, как он растет, развивается. Рассказывали о болезнях леса, вредителях леса, как бороться с этим, так, лесных пожарах. Все эти занятия позволят юнатам разработать свои собственные научные проекты и представить их на конференциях различных уровней. В Ачинском музее открылась выставка «Ангелы мира». Это международный проект. За полтора года он собрал больше ста работ талантливых живописцев. В этот раз коллекция картин пополнилась работой местной юной художницы Ирины Бессоновой. Меня пригласил участвовать мой знакомый Ровда Олег. Он рассказал о конкурсе, о выставке об этой. Меня это заинтересовало, и я решила поучаствовать. Главной темой выставки стало воплощение ангелов глазами разных художников. Со времени своей первой презентации полтора года назад было проведено 23 выставки в России, Чехии, Франции и других странах Европы. И, как говорит Оксана Клочкова, хранитель фонда музея, никакой связи с религией нет. Сразу, когда слышат ангелы мира, спрашивают, это православная выставка? Нет, выставка не православная, и ни к какому религиозному течению она не относится. У каждого человека свой ангел. И здесь организаторы проекта и авторы проекта показывают своих ангелов. То есть, ну, как видит человек ангела, так он и рисует. Замысел организатора выставки заключается в сборе 365 работ от разных художников, по одной, соответственно, на каждый день года. Все ради того, чтобы из разных воплощений образов ангела создать единую картину для посетителей выставки. Продлится она до 20 августа. В Багучанском районе отметили День рыбака. В рамках празднования прошел конкурс на самый большой улов. Проверить свою удачу и умение в рыбной ловле отважились около двух десятков участников. Регламент состязания общий для всех. Перед стартом организаторы напомнили правила. Разрешается ловить рыбу только с берега. Снасти – это спиннинги, удочки не более двух крючков, покатухи, балда и тому подобное. Разрешается применять любые искусственные животные, растительные насадки, кроме живых и мертвых рыбок, а также икры, муравьиных яиц. Пойманная рыба сохраняется в данных организаторных пакетах. Время у всех вам известно. Во сколько вы должны быть здесь в вашем улове? В два часа, напоминаю всем, ровно в два, независимо от того, кто куда там ушел, в два здесь. Опоздавшие в 2.05 приниматься к вешанию не будут. В конкурсе шесть номинаций. За пару часов рыбаки должны показать максимальные результаты. Основные критерии оценки – самый большой улов, самая благородная и самая большая рыба. Подарки направлены именно на тематику отдыха, либо на природе, либо на воде. То есть вот эти тематические такие подарки. От удочек до, скажем так, матрасов надуных. Рыбалка – процесс деликатный и скорее для души. Кому-то удача улыбнулась больше, кому-то меньше. Однако удовольствие от процесса словами не опишешь. Ожидание заветной поклевки может длиться часами. Здесь большое значение имеет везение. Но помимо везения еще, конечно, нужна практика. Практика, еще раз практика. То, что рыбалка объединяет – это факт. Участие в турнире принимали представительницы прекрасной половины населения и даже детвора. Однако успех в этом деле все же зависит от опыта. Первая рыбка? Нет, вторая. На праздники скучать не пришлось никому. Для спортсменов работала волейбольная площадка. Главным угощением Дня рыбака, конечно же, стала ароматная ангарская уха. А еще гости из поселка Манзя накрыли богатый стол. Блюда из самых популярных видов ангарской рыбы стали настоящим украшением праздника. Наконец, судьи подвели итоги звания. Рыбак года завоевал богучанец Сергей Черкасов. Победитель следующей номинации, которая называется «Первая пойманная рыба» стал Черкасов Сергей. Также Сергей не уходит. Он получает приз за самый большой улов весом. Один килограмм пятьсот восемьдесят граммов. Я тут с детства рыбачил. Постоянно. Всегда на ходу. В прошлом году я как пожилой рыбак, самый ДНЧ старше всех. А в этом году не ожидал. Вот так вот вышло. Участники увезли домой не только ценные призы и памятные подарки, но и заряд хорошего настроения на весь день. Субтитры создавал DimaTorzok